Я всегда и всем советую вносить органические и минеральные удобрения экологически чистого характера. И в этом видео я расскажу, как подкормить огурчики, чтобы они хорошо плодоносили и не копили нитраты и токсины. При правильном сочетании азота, калия и фосфора вы сможете собрать максимально обильный урожай. Поэтому вносить эти три компонента нужно по графику. Азот требуется на любой стадии роста огурца, вначале больше, а во время плодоношения меньше. Во время цветения и формирования завязей огурчикам очень нужен фосфор. А вот когда начинают появляться огурцы, нужно вносить немного азота и очень много калия. По сути, огурцам нужно около четырех подкормок в течение лета. Первую делают через две недели после пересадки рассады, вторую – во время начала цветения, третью – в начале активного плодоношения и четвертую, когда огурцы уже начинают стареть и требуют полезных веществ, чтобы протянуть еще месяцок и давать плоды как можно дольше. Многие уверены, что если огурчики уже начали давать плоды, значит можно расслабиться и получать наслаждение от урожая. Такую ошибку я больше никогда не допускаю. Во время плодоношения растение тратит очень много сил на развитие и поддержание плодов. Поэтому поддержать его нужно обязательно. Можно сделать подкормку из настоя крапивы и других сорняков. Берем одну часть настоя, разводим с пятью частями воды и вносим по литру под каждый куст. Можно сделать и минеральную подкормку. На одно ведро воды растворяем две ложки калийной селитры или же пять столовых ложек мочевины. Также можно на ведро растворить два стакана древесной золы и внести под корень растений. Поливаем из расчета 7 литров на каждый квадратный метр посадок.